Дизайнерское дело в новом разрезе. Чему учат на факультете информационных технологий в графике и дизайне. 17 рязанских врачей вошли в топ-500 лучших специалистов России. Сегодня мы посмотрим, как работают терапевты в больницах нашего города. Тайны следствия. В стране сегодня отмечают День криминалиста. Рязанские терапевты вошли во всероссийский топ-500 лучших специалистов. 17 рязанских врачей попали в первый рейтинг терапевтов России. Независимый рейтинг терапевтов сформирован по инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации. Рязанская область заняла 8 место по итогам первого в России рейтинга топ-500. В конкурсе приняли участие более 45 тысяч врачей-терапевтов и врачей общей практики. Они обслуживают более 80 миллионов человек. В список лучших вошли сразу 17 рязанских специалистов. Из городских больниц номер 4, 6, 11 и центральной районной больницы. Я и не ожидала, что такое исследование будет проводиться. Но в принципе очень приятно, что стараешься, как говорится, к больным относиться очень внимательно. И что больные оценили мою работу. Мне очень приятно. Светлана Пескунова уже больше 30 лет работает врачом. Терапевтом решила стать благодаря мужу военному. Из-за частых командировок они вместе объездили всю страну. А устроиться на работу терапевтом Светлане казалось проще, чем имеет другую специализацию. Благодаря стечению обстоятельств наш город приобрел замечательного профессионала. Ежегодно через ее заботливые руки проходит около 6 тысяч человек. Я на участке 11 лет уже на этом работаю. Всех людей знаю, поэтому как-то вот обращаются там. Ну не только, как говорится, там иногда помочь просто что-то. Там родственников привозят откуда-то посмотреть. Ну надеются, что, как говорится, способны. Общение с людьми, помощь в поддержании здоровья и профилактика болезней. Наталья Парникова 17 лет работает врачом. После окончания вуза мечта маленькой девочки исполнилась. Наталья надела белый халат. Каждый день она с удовольствием идет на работу и до сих пор по-детски радуется каждой победе. Когда пациента вылечил, он приходит, его радость, его блеск в глазах. Вот это вот, наверное, больше всего эффект от твоей работы. Каждый вот именно свой характер. Пытаешься к каждому подстроиться, найти общий язык. Найти свое призвание и быть полезным людям – один из секретов счастья для каждого человека. Наши терапевты ежедневно доказывают это личным примером. Если все люди будут получать удовольствие от своей профессии и с улыбкой идти на работу, то Рязань вскоре станет лучшим городом мира, в котором приятно и комфортно жить. То, что не составляет труда для одних, для других становится непреодолимым препятствием. Например, обычная ступенька на пути человека с проблемами опорно-двигательного аппарата может существенно изменить его маршрут и его планы в целом. Чтобы этого не происходило, в нашем городе, так же, как и в других городах страны, для людей с ограниченными возможностями здоровья создается безбарьерная среда. Далеко не последняя роль в ее создании отводится учреждениям культуры, театрам, музеям и библиотекам. Библиотека имени Горького на сегодняшний день оснащена всем необходимым для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя здесь комфортно. Пандусы, лифты, а также специальный подъемник для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Я считаю, что наша библиотека, она одна из самых лучших мест в Рязани, где есть доступная среда для людей с инвалидностью. Именно в новом здании я имею в виду, в новом здании, потому что здесь есть лифты, здесь есть пандусы, здесь очень просторное и хорошее пространство, тут оборудованы туалеты. Владимир – постоянный посетитель и друг библиотеки имени Горького, один из тех, кого сегодня мы называем людьми с ограниченными возможностями здоровья. Проблема с опорно-двигательным аппаратом не позволяет ему передвигаться без костылей, но делает он это без посторонней помощи, так что проблема доступной среды, по его словам, перед ним стоит не так остро. Однако, занимаясь общественной работой в Рязанском отделении Всероссийского общества инвалидов, он лучше других понимает, что безбарьерная среда – это не просто должное оснащение зданий, улиц и общественного транспорта. У людей, у которых есть проблемы, те же самые передвижения, например, для них, я считаю, очень остро стоит вопрос общения, потому что, так как у них не только физические проблемы, но и еще проблемы взаимодействия с окружающим миром, и люди часто находятся в изоляции, люди часто одинокие. Сотрудники библиотеки имени Горького помогают справляться и с этой проблемой посредством различных социальных проектов, праздников, выставок и творческих встреч. Все это помогает людям с ограниченными возможностями здоровья общаться, развиваться, делиться с окружающими своим опытом и своими талантами. Елена Васильевна и Татьяна Федоровна – мамы детей с ограниченными возможностями здоровья и постоянные посетители всех мероприятий, которые проводятся библиотекой. Они лучше всех знают, насколько важно для их детей общение. Наши детки очень с удовольствием сюда приходят. Для них главное общение таких детей. Лишняя площадка, где можно пообщаться и что-то интересное узнать. Они с удовольствием посещают. Это не просто важно, это необходимо, как дышать. Людям это необходимо, потому что действительно все ограничено. И знакомство, и общение, и выходы, и все ограничено. Это просто как глоток свежего воздуха. Немаловажно это и для самих сотрудников библиотеки. Не только мы, как государственные учреждения, нужны этой категории людей, детей, но и эти люди нужны нам. Они делают нас, мы надеемся на это, лучше, добрее. Мы научились понимать потребности детей и взрослых, имеющих эти проблемы. И находим с ними общий язык, мне кажется, к взаимному удовольствию. Библиотека имени Горького – не единственное учреждение в Рязани, где создаются комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня уже есть уверенность в том, что в скором времени доступная среда в нашем городе станет повсеместной. Уже сейчас, когда учебный год в разгаре, старшеклассники встают перед выбором. Какую профессию выбрать и в каком вузе ее постигать. Ребята со склонностями к творчеству часто выбирают факультеты дизайна, популярность которых растет из года в год. В Рязанской радиоакадемии функционирует факультет информационных технологий в графике и дизайне. И на сегодняшний момент его академическую базу можно сравнить с лучшими столичными вузами. Чему здесь учат студентов, знает Алена Куколева. В углузке лет на стенах анатомической таблицы на подиуме стоит гипсовое корше – изображение человека без кожи, с обнаженными мышцами. Но мы не в мединституте, а на факультете графики и дизайна в Рязанском радиоуниверситете. Это Будун. Это как раз, опять это, Антоний Канова лепил специально, в 18 веке, специально для студентов изучать. И вот до сих пор мышцы мы изучаем по его акаше. Что такое стека при глаголе, узнают студенты-первокурсники в этом кабинете. Его оснащение настолько профессиональное, что другим подобным кабинетам может похвастаться разве что лишь престижный столичный вуз. Вот этот кабинет – это просто находка для студентов. То есть это единственный кабинет, который в Рязани дает возможность, даже начиная с оборудования. То есть они лепят на настоящем профессиональном станке. Именно здесь разрушается стереотип, что живописцев учат рисовать не только яблоки, пейзажи полуобнаженных натурщиц. Чтобы тело на рисунке не выглядело ватной куклой, художник должен знать все про скелеты мышцы. Для этого существует предмет пластической анатомии. Но прежде чем лепить бюсты для человека в полный рост, нужно выполнить задание по пластическому моделированию. А именно выполнить в лепке зерно в увеличенном виде. С этим заданием успешно справилась первокурсница Маргарита. И уже сегодня она демонстрирует свою вторую работу – натюрморт. Нужно придать какой-то живой смысл этой работе. И на самом деле это всегда бывает затруднительно, потому что мешают и какие-то собственные мысли, может быть. А когда ты в процессе уже начинаешь работать, тем больше времени этому уделяешь, тем больше отдаешься работе, начинаешь ее чувствовать, каждую деталь. Тогда она лучше прорабатывается. Позже девушку создаст череп и скелет человека, половина которого будет слеплена из костей, а половина – из мышц. И это не для того, чтобы испугать зрителя. Сначала они лепят скелет, они изучают кости. Это основа. Это первый семестр. А второй семестр – они свой скелетик наполовину, чтобы знать маяки, потому что можно сразу это все залепить и немножко сбиться. Половину одевают в мышцы. И они уже изучают мышцы. А в этом кабинете трудятся уже студенты второго курса. Сегодня пара по рисунку. Артем со школы увлекается графикой и анимацией. После получения диплома планирует стать мультипликатором. После школы решил поступать в родной университет. И сразу заинтересовала именно эта специальность, потому что мне нравится компьютерная графика, анимация. Думаю, здесь смогу действительно чему-то научиться. Одна группница Артема Анастасии тоже рисует с детства. И при выборе факультета ничуть не сомневалась. Девушка знает, что творческая профессия ей под силу. Сделать что-то, рассказывать о своем мире, как ты его видишь. И меня это и привлекло. Поэтому я и решила выбрать графику, чтобы обучиться этому искусству, анимографии. И делать свои мультфильмы. Настя уже придумала свою дипломную работу. Она создаст мультфильм с философской тематикой на тему «Как появился человек». Использовать не образ Бога, а образ четырех стихий. Воды, огня, земли и воздуха. Как они создали человека. И как развивалась в дальнейшем жизнь. И о том, что если человек не перестанет уничтожать мир, то в следующий раз у нас просто не будет шанса появиться на свет вновь. Сегодня, чтобы стать аниматором одного умения рисовать, мало. Рисованных мультфильмов на экранах почти не осталось. Их место заняла 3D-анимация. Необходимые профессиональные навыки, будучи специалисты графики, дизайна и мультипликации, могут получить здесь, в Рязанском радиотехническом университете. Кстати, статус университета когда-то еще радиоакадемия получила благодаря созданию в стенах вуза именно этого направления образования. Людмила Кибальникова покинула руководство Рязанским отделением Общероссийского народного фронта. Соответствующие решения приняли вчера на заседании регионального штаба. Людмила Кибальникова не только сложила полномочия сопредседателя, но и по собственному желанию вышла из состава штаба. Новым сопредседателем стал известный хирург Владимир Юдин. Напомним, два других сопредседателя – депутат Государственной думы Андрей Красов и депутат Рязанской областной думы Игорь Трубицин. Сама Кибальникова прокомментировала решение на принадлежащем ей сайте. Сложение полномочий она объяснила новыми профессиональными задачами. В Рязанской области стартовала 75-я донорская акция проекта «Река жизни». При себе добровольцам необходимо иметь паспорт или военный билет. Кроме того, для каждого донора бесплатно проведут ряд диагностических исследований крови. Сдать кровь рязанцы могут на базе областной станции «Переливание» по адресу улицы Спортивная, дом номер 7, а также на базе областной клинической больницы по адресу улицы Интернациональная, дом номер 3А. Донорские пункты работают с 8 часов до 12.30. Стать донорами могут граждане в возрасте от 18 лет с рязанской пропиской. 62 года исполняется сегодня в службе криминалистики России. Детективная история, где мельчайшая, едва заметная деталь может стать уликой, раскрывающей преступления. Это и есть ежедневный труд экспертов-криминалистов. Наша съемочная группа сегодня прикоснулась к тайнам следствия. Множество приборов, веществ, специальных приспособлений умещается в чемоданчик криминалиста. Все это может понадобиться ему в любую минуту. Привычный вызов, выезд на место происшествия, где нельзя упустить ни одной детали. Вот чемодан, с которым я выезжаю на места происшествия. То есть здесь все необходимые, скажем так, те вещи, которыми наиболее часто я пользуюсь на месте происшествия. То есть дектилоскопические лифтеры, порошки для изъятия следов рук. Экспресс-тесты, с помощью которых можно выявить следы биологического происхождения, кровь, сперму. Искусство быть особенно внимательным и видеть все, что не заметил бы обыкновенный человек, постигается годами и становится привычкой. Хотя работа криминалистов по существу становится доказательственной базой в любом расследовании. Задача следователя – обнаружить все криминалистически значимые объекты, которые мы здесь заранее располагаем. То есть все следы, все предметы, которые могут иметь значение для расследования такого уголовного дела, правильно их описать, правильно их изъять, упаковать и, соответственно, грамотно оформить протокол осмотром из происшествия. То, что привычно для криминалистов, мы с вами могли видеть только в кино. Это монотонный и напряженный труд, от которого зачастую зависит, восторжествует ли закон и справедливость. В Следственном управлении Следственного комитета России по Рязанской области на настоящий момент трудится шесть экспертов-криминалистов. С 18 по 23 октября в сети кинотеатров «Люксор» по всей России пройдет фестиваль нового чешского кино. Исключением не стал и наш город. На открытии фестиваля побывала Ирина Ковалева. Устраивать в городах России кинофестивали различных европейских стран и знакомить россиян с качественными фильмами уже стала доброй традицией для сети кинотеатров «Люксор». На этот раз рязанцам предлагают погрузиться в мир чешского кинематографа. В период с 18 по 23 октября в кинотеатре в торговом центре «Барс» на Московском шоссе можно будет посмотреть семь разноплановых картин современных чешских режиссеров. Все это абсолютно разноплановые фильмы. И самое главное не в том, что это не блокбастеры, не коммерческое кино, а хорошие, добрые фильмы, которые каждый из нас мог бы посмотреть всей семьей. Начался фестиваль с праздника, который устроил кинотеатр «Люксор» и ресторан «Пасада Фест» для своих гостей. Конкурсы и викторины с ценными призами от спонсоров, чешские мелодии, которые исполнялись на протяжении всего вечера и, конечно же, невероятно вкусные угощения. В этот раз для всех гостей приготовили национальное блюдо чешской кухни – запеченную свиную рульку, которую можно было попробовать абсолютно бесплатно. Ну а по завершении праздника всех пригласили в зал на просмотр первого фильма фестиваля – комедии «Домашний уход». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Хорошего завершения дня! Субтитры подогнал «Симон»